Крымский полуостров Войскам 4-го Украинского фронта, отдельной Приморской армии, Черноморскому флоту и Азовской флотилии. Координирует действия войск представители Ставки, маршалы Ворошилов и Василевский. Командует частями генералы Еременко и Толбухин. 8 апреля 1944 года. В дело вступили саперы. На фронте к бою всегда предшествует тяжелый солдатский труд. Неизмерен и не сочтен труд саперов на Перекопе, на Сиваше. Освободим Крым, как наши отцы, в гражданскую. С этим лозунгом поднимались в атаку. Шли в бой. 11 апреля части отдельной Приморской армии переправились на Керченский полуостров. Тяжело доставалась победа. И вот освобождены Феодосия, Евпатория, Симферополь, Ялта. Сопротивление фашистов сломлено. Преследуя врага, наши части шли к Севастополю. Севастопольскому плацдарму гитлеровцы придавали особое значение. Вокруг города они заранее возвели три полосы мощных укреплений. Наиболее сильный узел сопротивления — Сапун-гора. На нее обрушилась вся сила ударов советской авиации и артиллерии. Трое суток шел бой за Сапун-гору. Штурм. В штурмовые группы вошли лучшие воины — коммунисты и комсомольцы. Гитлеровцам не помогли ни доты, ни тяжелая артиллерия. Наши бойцы варвались в Севастополь. В уличных боях они используют опыт Старинграда. Восьмого мая советские воины вышли к внутреннему обводу города. А 9 мая 1944 года флаг советского военно-морского флота вознесся над Севастополем, городом русской советской славы. КОНЕЦ